Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про ИС-6 черный. То есть, был черный американец, это еще нормально, но вот черный русский, черный советский парень, это уже более-менее как-то интересно. Но в данном случае есть такие вещи, которые мне не совсем понятны. Ну, у меня есть на них ответы, но я хотел бы услышать ваше мнение. Первое, это почему именно ИС-6 черный продается за голду, а Т-34 черный продавался за серебро. Я понимаю то, что Т-34 выходил, а насчет ИС-6, честно, может быть я ошибаюсь, но я не помню, чтобы ИС-6 черный выходил в продажу когда-то. То есть, я не помню. Да, по факту он стоит практически аж на 1000 рублей дешевле, чем обычный, а разницы между ними никакой. С одной стороны, это выгодная покупка. Можно подумать то, что да, переплатить 1000 рублей, получить точно такой же там, ну, как бы зачем платить больше? Но с другой стороны, зачем брать ИС-6, который не гнет? Что он может сделать, не знаю, защитнику, Крайслеру, который нижний бронелиз спрячет, Кайрнарвону и тому подобное? Да вообще ничего. То есть, я могу огромное количество тяжей назвать, которые ИС-6 распихают. Это и защитник, тот же Гусь, Крайслер, Кайрнарвон, Экшен-Х, кого еще можно? ИС-3, в смысле, распихают ИС-3, не знаю, мне на ИС-3 гораздо удобнее играть, чем на ИС-6. А мы ИС-5, да короче, огромное количество. То есть, ИС-6, да, танк неплохой был когда-то, когда-то на нем в КБ играли. Но сейчас, ребят, честно, ну не заходит он мне, может быть я криворукий. Но если посмотреть в процент побед, то не сказать, что у него прям вот все гладко. Ну да, у него процент побед 52,81, но он падает, то есть он упал на 0,7. Но средуха 1374, то есть, ну это мало, ну это мало. Да, пускай, то есть это не самый, конечно, плохой средний урон на восьмом уровне, но ИС-6 находится где-то на месте так 25-м. То есть, ну вы понимаете. Ее обходят, допустим, грубо говоря, такие танки, чтобы вы, ну, приблизительно понимали, о чем речь идет. Ну вот Т-44-100, Ростелекомовская, украинская, там белорусская. Не знаю кто, ФЦМ-50Т. Ну это я имею ввиду ИС-ПРЕМов, такие танки назвать, которые не очень прям жесткие, не очень убедительные. Ну кого мы еще тут, в принципе, все такие стервы всякие остальные, ИС-5, ИС-3, с механизмом заряжания 50Т, Кананде к Панзаре 100, АМХ Кананде Саут 105, Брёва и тому подобное. То есть, ну, не знаю, честно, я не понимаю покупку. Кто купил, ребят, вообще без вопросов, радуйтесь, то есть, как бы, ваше золото, ваше серебро, что хотите, делайте. Я посоветую тем ребятам, которые сейчас не знают, что покупать или нет, я вам уверенно говорю, не нужно его покупать. Он не стоит, не стоит своих денег. За эти 1700, да, он льгот, но за эти 1700, там 1760 выходит по голде. Я могу вам предложить, допустим, ФВ-4202, также можно получить бесплатно за рефералку М41 Революризе или Супер Першинг. То есть, вот вам три парня, в особенности даже ФВ-шка и Революризе. Там еще можно Пантеру 8.8 купить, она не кудышная, СТ-2, СДС, не знаю, ну что там еще такое. Ну, остальное чуть подороже идет. То есть, ну, не вижу смысла покупать со шестого, давайте просто вот по ТТХ пробежимся. Что у нас? Альфа-390 обычная. Да, может быть, как-то от ДПМа сыграть, но здесь ДПМ не такой зверский, прям, чтобы, ну, вот вообще он всех распихивал. Базовый идет 2000. Его можно, конечно же, раскачать, но все равно это, не знаю, не 2200 где-то базовый, не 200, как у некоторых идет. То есть, ну, это не сверх ДПМ. И здесь бронепробитие на основных снарядах 186. Я, когда вот прокачивал першинга, недавно это, кстати, было, там 190, этого катастрофически не хватало. То, что ИС-6 льгот, не льгот, то там даже на голде нужно в топе играть, серьезно. Попадется ИС-3, спрячет нижний бронелист, все. То есть, уже нужно будет думать, гадать. Поэтому, ну, я не знаю, встретится он с ВК-101П. Что будет ИС-6 делать? Выцеливать башенку? Да пока он там выцеливает, его ВК уже напихает тысячу раз. И не факт то, что он его пробьет. ББшка, он не факт то, что пробьет. У ВК там башня такая странная. Голдой 225. То есть, попадается Тай-5 Хэви, хоть куда-то его стреляй, во лбу. Ему твои снаряды как слону дробина будут. Может быть там в башенку и то. Как бы по-разному. Вот ДПМ единственное, что здесь есть. Но и то он не рекордный. Время сведения 2.8, почти 3. Разброс на 100 метров 0.44. И пушка на 6 градусов не сгнется. То есть, по факту, что здесь из плюсов? Ну, ДПМ. И все. Да и снарядов 37 по факту не так много, как бы казалось. Потому что нужно распихать между ББшками и голдой. А вот именно здесь выбор, что возить больше, чего меньше. Это, ну, прям очень существенно здесь. Вот прям, прям, прям это жестко отражается. Здесь нужно думать. По броне она вроде бы есть, да? Но нас все пробивают. То есть, ну, это как у всех. Вот у ИСа 3 есть броня, но пробивает. У ИСа 6 есть, пробивает. Башня вроде бы ты стал, в башню пробивает. То есть, ну, нету такого, что вот прям что-то уверенно прям. В топе, да, мы против шестерок, там, можем нагнуть. Но сейчас льготы играются не так интересно, как давным-давно игрались. По факту сейчас ни один льгот там жестко не гнет. Статистики, ну, в статистике как бы этого нет. По мобильности, так, мы опять как бы средние 13,5 удельная мощность. Максималка 35. Ну, то есть, как бы это вполне обычно. Может быть незаметность, как для тяжа еще более-менее. Потому что здесь силуэт низкий. И это позволяет сыграть как-то от холмиков небольших. Но, увы, ну, у нас не самые большие. Что еще из плюсов можно добавить? Ну, может быть то, что есть экраны. Вот как-то экраны может иногда что-то схавать. Ну, а так... Ну, как тренажер можно использовать для прокачки советских тяжей. То есть, все. Ну, если взять вот из всех, кто там, тяжелых танков 8 уровня, СССР, я не буду каких-нибудь там КВ-4 Криславского брать, который я не играл на нем никогда. Вот если взять, ну, вот кто защитник. Может быть не совсем корректно сравнивать льготы с обычными танками. Но все-таки, то есть, защитник, кто еще из советских там, честно забываю, ИС-5, ИС-3 с механизмом дозаряжения. То есть, по сути, все танки лучше. Для меня ИС-6 это один из худших танков, который есть в игре среди льготов, там, среди прем. Один ИС, ну, не самый. Конечно, многие не согласятся. Я понимаю прекрасно тех игроков, которые заходят посмотреть видео о том танке, который они купили интересным. А тут блогер как его обосрет с ног до головы. И ты такой, да ты, да ты вот такой. А по факту он просто не услышал те слова, которые он хотел. Все. То есть, проблемы с его ожиданиями были. Я в каждом видео стараюсь быть корректным, но как и с Т-34, я не понимаю смысл покупки. Можете зайти на сайт WGS статус, по-моему. Там можно посмотреть. Я заходил, 12,5 тысяч копий осталось. То есть, не раскупили даже, сколько их там всего, 20 тысяч было? 8 тысяч купили. Потому что нафиг он не нужен никому. Единственное, что было годным на этом рынке по цене и по тому, что можно было взять. Это бульдог, черный за 5 лямов. Это арта. Я как бы против арты, но за 500 тысяч премиум 3 уровня, далеко не самый худший. Это норм. Тот же FCM pack 40. Ну, за 3,5 ляма, конечно, жестко. Но хотя бы что-то. То есть, может быть там какое-то удовольствие со временем, если научитесь играть. Но это уже спорная покупка. И панзер, панзер кауфаген 5.4. За 5 тысяч голды, ну это охрененный танк, который бустит ВН-8. Вообще стату. И он просто-напросто охренительный танк. Вот и все. Для меня вот самое лучшее, что было. А остальное, как бы, ну плюс-минус. Джедай, кто там говорил, это так. Распиаренная слишком машина, я считаю. Не гнет она сейчас. Не гнет. Вот и все. То есть, ну, не знаю. Кто купил, тот вскоре радуется. Не знаю. Может он играет, будет удовольствие получать. Даже он в обзор, посмотрите. 350 метров. Да, у шестых, у седьмых уровней больше. Ну, не знаю, ребят, честно. Когда-то, да, у ИС-6 были неплохие времена. Но сейчас, я знаю то, что, там, можно сказать мне, мол, типа, вот, статюги или нагибаторы, там, жестко гнут на ИС-6. Так им любой танк, да, им ток-2, да, они будут там настреливать. В любой танк в их руках будет стрелять. Да, если так рассудить, ИС-6, если брать не по такому критерию, как фарм, а по критерию нагиба, если сравнивать ИС-6 и Т-34. Т-34 больше для новичков, ИС-6 для нагибаторов. То есть, на ИС-6 можно показывать, да, более лучшие результаты, но если ты играешь жестко. Но фармить на ИС-6 вообще нет. Пускай я оправдываю Т-34, пусть там сводка, пусть он, не знаю, там, без брони и там и все остальное. У него хоть какая-то пушка есть с пробитием, которая может жахнуть, как-то от УВНов там поиграть. И еще он за серебро продавался. То есть, у кого были, его купили бесплатно. А я уверен то, что некоторые их задонатили. Поэтому ИС-6 не бро. Но, если честно, для меня даже будет ИС-34 лучше. Я не чувак, который вот чисто из-за только статы, из-за еще чего-то покупает. Я люблю покупать танки, чтобы их использовать. Есть танки, которые я покупаю для того, чтобы получать удовольствие. Но ИС-6 это не тот танк. Купите он про джета М45 мод 36, по-моему, или 46. Вот купите, когда будет в продаже. И гораздо интереснее танк. ИС-3 с механизмом для заряжения. Не знаю, ну огромное количество танков. Но ИС-6 точно не бро. Возможно, многим не понравится поставить дизлайки. Напишет, фу, да ты играть не умеешь. Ну, блин. Как бы, решайте сами. Мне покажет статистика через время. Просто в статистику зайду и посмотрю, как там что изменится. Но когда я встречаю против ИС-6, ИС-6 против себя в рандоме, на любой восьмерке я не чувствую угрозу. На любой. Без разницы, я угрозу никакую не чувствую. Ну, вот такое короткое мое видео. Конечно, не самое положительное, но зато это правда, ребят. Ничего не наиграно, это правда. Все, большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишись на мой канал. Скоро 11 тысяч и как бы только ты мне сможешь помочь, если подпишешься. Колокольчик, лайк, дизлайк и комментарий. До новых встреч. Пока-пока.